Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня у нас следующее видео по расчетам, формулам расчета. Все видео вы можете посмотреть, я буду выкладывать ссылку на плейлист, где будут все абсолютно формулы расчета. Поэтому все предыдущие вы можете посмотреть там. Итак, значит, в первом видео мы рассчитали плотность, а вот во всех своих видео по вот этим формулам буду как бы основываться на вот эту все время плотность вязания. Вот у меня образец, и вот я буду играть как бы от него. То есть изначальные цифры, которые нам нужны, это наша плотность рядов и плотность петель, которую мы рассчитали в первом видео. Вот. Далее, это у нас талия. Мы рассчитываем вот эта точка, это у нас точка начала проймы, то есть до проймы, точка линии талии и точка низ изделия после резинки. Значит, это у нас первая цифра нам нужна, вторая, то есть число третья, ширина, ширина до проймы. То есть точка, вот отсюда уже начинается пройма, то есть та точка, где заканчивается вот это вот изделие и начинается пройма. Давайте приблизительно я возьму цифры, 50 сантиметров допустим, 50 сантиметров. Далее, четвертое, это талия. Это у нас, пусть будет 75 сантиметров. Ой, подождите, 50 это что у меня полуокружность, правильно? А 75 это окружность, значит, давайте 76, чтобы хорошо делилось. И это будет у нас 38, 38 сантиметров, это окружность, а это одна вторая, так, 38 сантиметров, здесь я пишу, и внизу пусть будет 55 сантиметров. Это половина, ширина после резинки, это 5, ширина после резинки, 55 сантиметров. Далее, следующая мерка, вот это о чем я говорила, высоту эти мерки, значит, от талии до проймы, высота. 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 От талии до проймы, это пусть будет 16 сантиметров, 16 сантиметров, и 7. высота высота от резинки это не считает резинку до талии пусть будет 15 сантиметров там плюс резинка да там еще резинку мы не учитываем здесь мы считаем именно вот эти вот наши как бы скосы на талию делаем приталенное изделие и так расчеты что мы делаем что мы считаем мы считаем здесь количество петель и так основываясь на первое мое видео мы считаем первое что мы вот идем отсюда снизу вверх 55 вернее сначала ширину мой в петлях рассчитываем первое что мы рассчитываем сколько петель мы набираем 55 сантиметров умножить на 5 и 6 петель вот берем это число и делим на вот это обязательно посмотрите первое видео чтобы понимать вот это 55 еще раз повторяю что откуда я взяла нижняя часть мы определяем вот эти вот петли берем сантиметры умножаем на количество петель двух с половиной сантиметра и делим на вот эти два с половиной сантиметра все-таки мне кажется лучше пересчитать в 1 сантиметр будет проще ладно умножить на 5 и 6 и разделить на 2 и 5 123 петли 123 петли мы набираем здесь 123 петли это основываясь на вот эту вот плотность далее 38 то же самое второе по талии мы петли 38 здесь все то же самое умножаем на 5 и 6 петель и делим на два с половиной сантиметра равно 38 умножаем на 5 и 6 делим на 2 и 5 85 петель 85 и 1 поэтому у нас будет 85 85 здесь третий шаг мы определяем здесь 50 сантиметров умножаем на 5 и 6 петель делим на два с половиной равно так 50 умножить на 5 и 6 разделить на два с половиной 112 петель 112 петель здесь у нас далее мы считаем ряды вот эти вот 4 это у нас 15 сантиметров 15 сантиметров теперь ряды умножаем на 687 687 рядов разделить на два с половиной 41 ряд 41 ряд 5 5 шаг это мы определяем здесь у нас 41 ряд здесь 16 то же самое 16 умножить на 687 рядов разделить на два с половиной сантиметра равно 16 умножить 6 187 два с половиной 43 и 9 значит округляем 44 ряда все это мы определили 44 ряда теперь определяем скос значит сколько петель нам нужно добавить значит 123 шестой шаг 123 мы определяем разницу сейчас вот эти петли от этих петель отнимаем 85 минус 85 равно 123 минус 85 85 это 38 петель 38 петель нам нужно здесь убрать 38 петель тут же мы их делим на 2 получается что 80 до 38 19 это значит что с этой стороны 19 и с этой стороны 19 что это значит что у нас 20 промежутков до помним то есть интервала у нас всего 20 вот 19 раз мы сокращаем а интервалов у нас 20 мы берем количество рядов от низу до талии а вот она 41 1 убираем вот этот 41 делаем из него 40 округляем она у нас будет прекрасно делиться значит 40 разделить на 20 на 20 интервалов потому что у нас 19 сокращений плюс один интервал который вот здесь вот здесь и здесь а между ним и 19 сокращение то есть нам нужно сокращать смотрим так что я сделала я 40 округлила 41 до 40 потому что один там никуда не туда не сюда и разделила на 20 интервалов вот и это у нас получается в каждом втором ряду один раз в каждом втором ряду в начале и в конце ряда здесь тоже самое мы добавляем далее вот считаем вернее сокращаем да ой господи извините далее мы добавляем по той же формуле мы считаем сколько нам нужно добавить это 112 петель минус 85 112 минус 85 минус 85 это 27 петель нам нужно здесь добавить 27 петель добавим одну для симметрии и добавим 28 это значит 27 мы округляем 28 не знаю правильно и значок я нарисовала и делим на 2 это 14 то есть с каждой стороны плюс 14 плюс 14 вот мы нам нужно добавить до проймы и последнее наше действие это расчет интервалов значит интервалов у нас 15 44 ряда вот этот ряд который мы здесь убрали я бы добавила сюда чтобы было 45 рядов и тогда у нас красиво все посчитается я думаю вы поняли вот этот ряд отсюда я добавила сюда вот а вы округляйте по-своему есть в предыдущем видео я рассказывала куда девать и не достающие вернее лишние ряды поэтому эти видео нужно смазать смотреть постепенно вот что мы делаем 45 мы делим на 15 интервалов и это 33 ряда вот здесь вот придется добавлять и в лицевом и в изнаночном то есть здесь один раз в третьем ряду но есть вариант девчонки значит что я сделала значит я 45 рядов вот эту цифру взяла разделила на 15 интервалов откуда это это 14 добавлений у нас между ним и 15 вернее между 15 интервалами 14 добавлений да вот поэтому мы делим на 15 получилось один раз в третьем ряду но для упрощения равно 3 можно сделать знаете что делать сокращение один раз один раз во втором один раз в четвертом и это будет в сумме как бы по итогу один раз третьем чтобы делать только в лицевом ряду если вам неудобно делать раз в лицевом 1 изнаночном делайте вот так вот я часто кстати использую вот этот метод если мне нужно в каждом третьем ряду добавить то я делаю так чередую один раз во втором один раз четвертом и вот таким образом у вас получается вот именно тот интервал которым вам нужен вот и все девчонки на сегодня эта талия у нас закончена я с вами прощаюсь с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока